Я вижу там цифры определенные, потенциал в принципе русской военной мощи, который возглавлялся русским офицером. Так вот, в событии гражданской войны приняло участие на стороне белого движения небольшая часть, может быть нельзя сказать, что ничтожная, хотя может быть и можно и так сказать даже, но небольшая часть. Брусилов выполнил роль этнического коллаборанта, Брусилов полностью лег, грубо говоря, под Троцкого и выполнил самые негативные функции в этом плане, ослабив сопротивление, в том числе и русского офицерства в каких-то определенных вещах. На Брусилове кровь сотен и тысяч русских офицеров уничтоженных в Крыму. И что касается таланта Брусилова, я как военный историк, я занимался специально событиями Первой мировой войны, вот мои научно-популярные статьи вы можете почитать на сайте «Русская планета», вот этот так называемый Брусиловский прорезь, там столько ошибок было сделано фундаментально, приведших к колоссальным потерям, что если эта тема сейчас углубляться, мы будем еще полтора часа энергии. Поэтому, что касается казаков, казаки, к сожалению, за счет вот этого войскового движения, за счет длительного процесса русификации, объективно который происходил в империи, за счет того, что высшее казачье офицерство включалось в имперские эротические лестницы и по ним успешно продвигалось, в нужный момент, в отличие от тех же башкир, которых я приводил, оно не имело адекватной национальной элиты, которая бы стала формировать национальную повестку дня. В то время это было возможно сделать, но эта повестка не была формирована, она была впервые поставлена Петром Николаевичем Красновым, но вы знаете все последующие события, что за этим произошло. Краснов ушел со своего поста, и эта повестка постепенно была снята атаманом-богоевцем, хотя все те проблемы и остались. И здесь, конечно, нельзя пройти мимо личности самого Деникина, потому что я считаю, что это был не политик, слабый офицер, как тактик, протек вообще никакой, и если кому-то памятник надо ставить за поражение белого движения, то в первую очередь Антону Деникину. Вот это моя честная, откровенная... Деникина, я хочу просто узнать, ваш труд на ДТК, сколько он там продолжал, что-то там трудно... Ну, я готовил материал порядка... Последнее к этому, вы где, в Ростове, там где, в Москве? Где я живу? Да. Живу я в книге... Есть там, да? Да, там в обведении есть мой адрес, я в конце обведения специально написал, что ожидаю отклики на книгу от, так сказать, и оппонентов, и... Понятно. Я готовил книгу порядка двух лет. Целевым образом, это была специальная программа, которая финансировалась казачьей национальной общественностью, и я подчеркиваю, что это не мой личный труд, что я там, вот, наше взял... Ну, да, там... То есть это... Концепция этой книги обсуждалась с широким кругом казаков, начиная от Эдуарда Бурда, все знают этот выдающийся казачий национальный историк, кончая Степанченко, кончая Крюковым и очень многими другими казаками. Потому что в известной степени, как мне кажется, этот труд является коллективным. Ну, не по тому, кто писал и кто, значит, формулировал конкретные, так сказать, слова и предложения. Это, бесспорно, все на мне, и ответственность за эту книгу на мне лежит. Но мне кажется, что в этой книге изложен именно общий казацкий взгляд на эти события. А вот если можно вопрос, да? Валерий Магадемин, говори громко, я. Валерий Магадемин, основа Черкасского. Валерий Магадемин, Гражданской войны, часть офицеров, вы говорите, это были царские офицеры, царского корпуса, принялись, значит, участие в делом движения, часть перешла служить что-то больше тысячи генералитета и офицеров генерального штаба, ну, то есть подполковники, полковники, а большая часть вообще офицерства, она просто отчижилась и заняла выжидательную позицию, и за это потом, в конце концов, поплатилась, и она попала под каток и лили вот этого красного репрессии. Я хотел узнать, казачьи офицеры, они все-таки более заняли активную позицию, наверное, у них меньше было настроений выжидательных, да, и как вы считаете, вы больше занимались этим вопросом. Как я знаю, что именно русская офицерство, оно заняло более выжидательную позицию, она не приняла ни ту, она присматривалась, кто выиграет, кто проиграет, и за это, в конце концов, поплатила. Мне кажется, что я не знаком с этого, казачьи офицеры, наверное, в большинстве них все-таки приняли какую-то активную позицию, да? Конечно, бесспорно, бесспорно. Дело в том, что, ну, вот эти элементы отсиживания по станицам, они были и на территории присуда. Это объективные вещи, потому что все-таки 4 года шла мировая война, 4 года шла мировая война, значит, и очень многие люди устали просто от этой войны, и не каждый был готов, значит, это заново все проходить. Поэтому здесь объективный фактор и усталости психологический, но в целом вы абсолютно правы. И казачий народ, и казачье офицерство, они гораздо более внятную и очень быструю позицию взбанили в этих событиях. Большевики имели полный шанс получить оплеуху сразу, вот буквально сразу, в момент только захвата власти в Петербурге. Ведь в Москве ситуация очень долго качалась, потому что на юнкера, какая-то часть патриотически настроенного русского офицерства, они сумели перехватить инициативу в самом начале. И если бы вот эта огромная часть русского «Ванька», как я его называю, офицерского, который сидел по углам, там, значит, отсиживался и дожидался нового доброго царя, если бы эти люди бы просто пришли, взяли бы... Оружия было много, арсеналы же были у юнкеров, удалось захватить арсенал. Есть превосходная статья от Полжевского на эту тему, называется «Первая трех русской революции». Вот. И уже на тот период, на период 17-го года, в Москве мог бы быть цитадель русского оборонительного движения. Это уже не произошло. А возьмите события, к которым непосредственное отношение имеет генерал Деникин, когда Петр Николаевич Краснов его уговаривал слезно дать пехотные полки для захвата царицына. Если бы в то время захватили царицын с его арсеналом, да, с вот этим огромным русским, поволжским, значит, слоем русского народа, это совершенно по-другому все могло быть. Но у Деникина была своя линия, и эта линия совершенно четко прослеживается на ослаблении позиций адмирала Колчака. Понимаете? Он всячески пытался дождаться, когда Колчак рухнет, и потом он будет освободителем. Здесь в любом военном деле огромные события, огромное значение имеют этнопсихологические факторы. Так вот, русские этнопсихологические факторы очень ярко проявились в событиях гражданской войны. И негативно проявились. Негативно. Потому что русскому человеку свойственно сидеть на печи, как русская национальная сказка, сидит на печи, значит, там отдыхает, еще не делает, спит, а потом пошел и раз сразу. И щука в ведре, значит, Мерседес в виде печки, извиняюсь, под тылицей, и невеста, и денег море. И сразу это ничего делать не надо. Это менталитет вечный для России. Поэтому и события гражданской войны развивались абсолютно в структуре этого менталитета. Я, значит, прочитал вашу книгу. Особенно меня интересовал 18-й год. Мало использовано материала по 18-му году. Я имею в виду конкретно о малом круге, который прошел в дни ухода Петра. Попов, который увел с собой казаков. Так называемый, но степной поход. Там такая большая неясность, потому что в одних, мы видим изданиях, так сказать, о том, что пришел Голубов со стороны, значит, там, вокзала, зашел там на круг, сказал там, это, я там сдернул и погоны. Но в официальных документах мы встречаем другое. А встречаем одно, что Антон Афарсиенко на этот день, когда считается захват, якобы, Новочеркасска, находился в городе Новочеркасский, откуда он дал телеграмму Ленину. Она есть и опубликована. Причем и в сборниках ленинских, и, так сказать, вот даже Северного Кавказа до 67-го года издания. Там Ленин приветствует создание Донской Республики. Эта Донская Республика была создана в начале февраля. То есть по старому календарю 12-го числа. И там был вопрос, Ленин только единственно затронул, что я приветствую это дело, она здесь есть. И сказал о том, что вам только необходимо решить земельные границы. Но там сказано именно об автономной, повторяю, автономной республике, о чем наши историки почему-то умалчиваются. Есть еще второй интереснейший момент. Это 1926 год, о котором вообще как бы тему не раскрывают. Прыгают сразу у нас с 22-го, 21-го, вдруг 32-й, 33-й. Почему не раскрывается тема эта? Она понятна почему. Когда мы смотрим официальные документы. Первое. Это то, что в 25-м году произошла, новая конституция появилась, в которой появились новые пункты о создании новых республик. На момент 1926 года, по нашим данным, изучая наш партийный архив, кстати, оказалось, что часть партийного архива за 26-й год о событиях, то, что здесь проходило на Дону, изъято и вывезено в Москву. В двух архивах сейчас находится. А события 26-й, единственное, что нам удалось найти, это сырое письмо, где Микоян пишет, вернее, его секретарь, записывая то, что видно, он там говорил, или может сам составлял, не знаю, для Овцык, о том, чтобы казаков внести, как народ. Эта телеграмма появляется, в реалити появляется, и она сейчас выложена на сайте советская эпоха, документы советской эпохи, вы можете увидеть ее оригинал, вот, там появляется о том, что 16-го декабря, накануне переписи, которая должна была состояться 17-го декабря, Микоян пишет о том, что необходимо внести казаков в статкарту. В наших изучениях оказалось, что, оказывается, три раза Микоян посылал запрос в ЦСУ, то есть в Центральное статистическое управление, о том, чтобы казаков признали, как народ. Естественно, конечно же, просто так телеграммы, ведь надо же понимать, что к этим телеграммам шли объяснения, почему казаки требуют, как их признали, как народ. Потому что казаки никогда бы в жизни здесь не писались ни русскими, потому что тогда понятие русские, это было сословие, состояло из трех народов. Великороссами никогда бы не писались, и это мы смотрим по всем документам, даже кратко сохранившись в нашем партархиве. Мы видим даже то, что пишет Шолохов-Синявский, опубликована книга, она здесь есть, казачья бурса. События, которые в 15-м году происходили, когда попытались на иногородних одеть лампасы. Чем это все закончилось? Так вот, в 26-м году появилась вот такая, мы даем сейчас вам эту бумагу, вы можете пойти в архив и посмотреть. У меня есть такая. Есть. Вот прекрасно. Почему же вы тогда не описались о событиях 26-го года? О том, что казаков признали как народ. Как народ. Ну вы понимаете, у меня книга о геноциде, а не о попытках признать казаков как народ. Не, подожди, я пишу на событиях от 18-го до 33-го года. Нет. Ну почему не остановится геноцид? Дело в том, что понимаете, у нас странно получается. В 26-м году у нас такое ощущение создается по документам партийным, что не было геноцида. Я отвечаю на ваш вопрос. Я отвечаю на ваш вопрос. Дело в том, что события НЭПа совпали с курсом, как я этот курс называю, на этноцид казаков, на удушение казаков в советских объятиях. И вот в рамках этого курса, да, была эта телеграмма, были организованы на Кавказе казачьи районы. Я об этом тоже не пишу в книге. Да нам интересно о событиях 26-го года здесь, на Дону конкретно. Я отвечаю на ваш вопрос. Если вы хотите за меня на него ответить, тогда и продолжайте дальше. Я обозначил конву этих событий. Это седьмая глава, события 22-го, соответственно, 26-го года. 28-го даже года. Значит, в рамках вот этой конвы на этноцид казаков, то есть на постепенное растворение казаков в русском массиве переселенщинском, на снятие противоречий, как бы, вот таких вот жестких между казаками и советским режимом, значит, были осуществлены вот эти меры. Но эти меры, они ни в коей мере не являются, во-первых, они являлись ситуационными, то есть временными, с одной стороны. С другой стороны, они не являлись долгосрочными, и они закончились, как только, значит, в принципе, было принято решение переходить к коллективизации. Это, по всей видимости, было связано с событиями 27-го года, когда на Дону и в целом в стране вот такая возникла какая-то общественная истерия, есть целый ряд статей научных на эту тему. Все ждали войны с западом. Да, все ждали западной интервенции, на этой основе по всей видимости большевики внимательно отслеживали настроение людей, и они поняли, что в казачьих областях их ожидает ну как минимум очень серьезная пятая колонна в этом случае. Мне кажется, что эти слухи, они не вдруг возникли в это время. Мне кажется, что это была одна из элементов вот той самой знаменитой операции Трест, которая закончилась как раз в апреле 27-го года. И она совпала удивительным образом с возникновением этих слухов в марте. И ясно, что люди не могли сидя по станицам, станичники там по хуторам друг другу рассказывать, ты знаешь, вот так сказать, Германия сейчас нападет, там Англия нападет и тому подобное, будет большая война. Эти слухи кто-то целенаправленно запускал. Я честно признаю, что я неглубоко этот вопрос знаю, я просто знаю несколько серьезных статей на эту тему, сейчас мне зовут историка Баранова, доктора исторических наук Кубанского, у него есть прекрасная статья, да, значит, откуда эти слухи возникли. Но мне кажется, что эти слухи пошли из ОГПУ и являлись одним из документов анализа ОГПУ, который лег потом на стол Сталину, благодаря чему Сталин начал реализовывать политику голодомора именно на Украине и в казачьих областях. Затк, он казахи числятся не как сословие, а как народ. Этот закон где-то издался в 1957 году. И, видимо, не просто так его внесли, а на основании каких-то историко-научных каких-то изысканий. Как вы смотрите? Это вообще реально подтверждается не, что это не сословие не числятся, а как народ. А также, как народ, цыганинский, возможно, малочисленный народ, здесь, калаши в Индии, может кто-нибудь слышал такой арийский народ, который ведет происхождение чуть ли не с Александра Македонского. И они считаются именно, как они, не сословие, а как народ, репрессированный народ. Этот закон как-то 1957-го или вот это, 59-го года. Вот это. Что-нибудь вы это слышали, как вы видите? Значит, вот то, что и ООН, и Американский Конгресс, значит, признание казаков народом, значит, это общеизвестные документы, они, в принципе, не составляют какой-то особой тайны, значит, и они, по большому счету, они основываются не на, значит, каких-то там, как это у нас модно сейчас подавать, тайных, значит, антироссийских, вот, значит, с целью развалить, так сказать, Россию и расчленить ее на разные там куски и тому подобное, это все мифы, значит, эти мнения, эти документы, они основываются на реалиях самой Российской империи. До конца царствования Николая Первого, на академическом уровне, на уровне Российской Академии Наук, ни у кого не возникало вопросов в том, что казаки это отдельный народ. Есть масса документов, масса книг, статистические анализы, часть этих документов приведена в первой главе этой книги, там у меня небольшая глава, как бы вводная, рассматривается, казаки являются этнически субъектным народом, или же это русское сословие, и там определенная часть, я даже подчеркиваю, небольшая часть этих документов приводит. Конструирование казачьего сословия началось при Александре Втором и на мой взгляд из российских императоров это был государь, который самую антиказачью линию проводил. И в этот период было разрешено, как вы знаете, приобретать землю усадебную в войсках, была запущен процесс инфильтрации войск пришлым, прежде всего, великорусским населением, это все в рамках политики Александра Второго, в этот же период были попытки массового верстания в казаки, не казаков этнических, в этот же период были фактически такое жесткое репрессивное расказачивание казаков уральского войска, которые не приняли вот этих новин Александра Второго. Там большой пласт антиказацкой политики, осознанная, подчеркиваю, почему, потому что он параллельно был запущен на Украину, то есть параллельно эти же события были запущены против украинского народа, и поскольку видимо эти события ввели, как предполагали в Петербурге, к созданию общерусского народа, но понятно, что общий русский народ не мог создаться на репрессивной политике и на непродуманных вот этих мероприятиях. А культурного пласта Петербург не предложил. Все решалось методом в основном полицейских указов, понимаете, запретительных, ограничительных, но не конструктивных сверху. Букавник Стюкал, Сергей Валентинович, у меня такой вопрос. Ну, известно, что прошлое через настоящее переходит в будущее. Мы сегодня в настоящем прошлое никак не можем изменить. Но мы можем в настоящем извинить только последствия того прошлого, чтобы обеспечить будущее свое, своей дуке и руководительства. Если историк правильно исследовал прошлое, то он знает ответ, кто? Как вы ответите на этот вопрос? И так же, как подготовка к деревне. Ну, вы знаете, у вас вопрос на целый какой-то доклад, что можно сделать сейчас, чтобы подготовить будущее. Я уже ответил, дело в том, что вы только пришли, был аналогичный вопрос. Я, что касается казачьего народа, казаков, вот, что мы сами сделаем сейчас, вот насколько мы будем активны, насколько мы будем конструктивны в своей деятельности, насколько мы будем, значит, обращаться энергично к своим этническим корням, восстанавливать традицию, да, мононациональные казачьи семьи и тому подобное. Вот так будет происходить все. Хорошо, я по-другому поставлю вопрос. Летом 17-го года, что бы вы сделали, чтобы события развились в любую пути? Летом 17-го года казаки должны были прежде всего думать о самих себе, активнейшим образом вооружаться, значит, предложить самую хорошую помощь русскому освободительному движению до границ казачьих областей и припроводить генерала Алексеева, значит, за пределы, значит, Новочеркасска, вообще, донского войска на русскую территорию. И русское национальное движение освободительное, по моему глубокому убеждению, должно было разворачиваться на русских территориях. Тогда бы, наверное, в головах, понимаете, здесь получилось что? Здесь получилось как бы аберрация сознания, искривление сознания. Сидели русские офицеры, озадаченные русской имперской идеей, активнейшим образом использовали казачье население, и глядя на казачье население, говорили, а вот за нами народ. А за ними народа не было, за ними народ не пошел. Народ пошел за большевиками, часть народа пошла, а часть просто сидела по углам. И надо было продумать технологии, Троцкий же эти технологии нашел, в течение полгода он их искал, но он их нашел, вытащить русского мужика и заставить его сражаться. Понятно, как русский мужик сражался, события, значит, когда на одного убитого врага искал солдата, там 12-15 человек приходилось, красных, которые штурмовали перекок, но тем не менее Троцкий же нашел эти вещи, а Деникин не искал, потому что он смотрел на станицы, ему казалось, что это его народ, а это был не его народ. И он для этого народа сделал все возможное, все поганое, значит, для того, чтобы, значит, не победить, используя этот народ. И он не победил, то ли по отсутствию ума, то ли по отсутствию таланта, то ли еще почему-то. Поэтому, если бы атаман Корнилов был последовательным, вот он дал ему две недели на пребывание, на то, чтобы он, так сказать, в баню походил, отдохнул после большевистского этого жути, этой, а потом на границу вместе с казачьим конвоем, и пожалуйста, вот в Царицане, в Саратове создавай русскую добровольскую армию. И тогда бы, я думаю, и прояснение бы в головах быстро возникло. И тогда, может быть, другой бы человек был вместо Деникина. Понимаете? А так, казачий народ фактически отжали, использовали, и допустили еще кучу всяких ошибок, начиная, возвращаясь к вашему вопросу, событий, если бы Корнилов не послушался русских генералов, которые вокруг него сидели, а послушался бы, значит, Попова генерала, и пошел бы в ледяной поход, значит, не в ледяной поход, а в степной пункт, в постаницах, и он бы сохранился, и люди бы сохранились, и красные бы получили бы уже, значит, весной 18-го года колоссальный удар, и гораздо больше консолидации. Это же очевидно. Надо было слушать казаков просто. Ему предлагали, говорили, но вокруг него сидели все знающие русские генералы, которые, мы знаем, как умеют воевать, они умеют воевать линейно, и забрасывая трупами. Вся история русской армии об этом, так сказать, показана. Такие генералы, как, значит, Рокоссовский, к сожалению, очень, их немного, и Суворов, там буквально по пальцу перечитать. И Деникин также воевал, он растянул линию фронта почти на верху, тысячи километров, не имея вообще людей. Как он мог победить? Егоров об этом в своей книге прекрасно написал, подробнейшим образом, четко, совершенно, как офицер генерального штаба, что в этих условиях немыслимом было победить. Можно было бы победить только в том случае, если бы произошло в Великороссии массовое общенациональное восстание. Тогда можно было победить. А так победить было просто невозможно. А ты, Ман Потеряхин, сейчас. Адемин, ты уже забросал вопросы. Меня вот что интересует, ну это, конечно, там добровольческая, там не могли организовать казаков в то время. Чуть громче. Не могли в то время организовать казаков. Все понятно, мы читаем, видим все. Но дело в том, что то же самое происходит сегодня. Я занимаюсь вопросами исполнения закона реабилитации. И я понял, что, в общем-то, закон существует, а его никто не хочет читать и знать. и, в общем-то, получается так, что сегодня создана ситуация подобная того же периода. Мы не можем сейчас сопротивляться. Мы ищем разные варианты. Я занимаюсь своим делом, это бросаю, так сказать, всякие письма и прочее, прочее, за что-то меня там обвиняют, пишет батюшке, царю, и прочее, но дело в том, что я пишу это не для того, чтобы казаки знали, как к нему относится власть. То есть, я вот это письмо, которое я отправил туда, я его пишу осознанно, по детально я описываю, почему так, а потом разбрасываю его в казачьей среде, чтобы они видели, как относится власть. Не получается сегодня. Даже очень много случаев, когда я прихожу в Станицу и пытаюсь рассказать, что надо что-то делать, надо поднимать людей, мне даже ответ такой, оно тебе надо. Ну, я это снимаю вопрос, думаю, что казаки поймут. Но сейчас, на сегодняшний день, возник вопрос, ну, сначала там Юдин закричал за то, что надо республику там создавать, ладно. У меня состоялся с ним очень длительный разговор, я извиняюсь, что я так длительно рассказываю, длительный разговор, он меня убеждал в том, что власть не сегодня, завтра рухнет, а нам бы надо ее только подхватить. Я ему сказал, ну, если не подтачивать ей ножки, то она не рухнет. Она изменит форму, найдет возможность продолжать свое дело. И вот на сегодняшний день я поддерживаю морально это движение, называется восстановленных Станиц. Почему? Потому что приходя в Станицу, казаки, те, которые активно этим занимаются, они пытаются убедить людей, что надо за свои права бороться. Я прошу извинения, что я так длительно, но я задаю вопрос сущности, рассказываю сущности. Значит, нет, не это сегодня главное, мы почитаем про нее, главное то, что... Он отвечает за вот это. Нет, он занимается исследованием, и наверняка его этот вопрос как казака волнует. И вот люди идут в эти Станицы, сначала называются они мифом, как фемерные, там подходят люди, собираются, каждый посмотрит, а что же они скажут, и в итоге получается какое-то движение. Вы мне скажите, вот как человек-ученый как казак, вы к этому, так сказать, наверняка душа ваша обращается, что же делать с народом, вот как нам поднять народ и стоит ставь лайки, пиши комментарии, пишите комментарии, ставьте лайки, не забывайте, помни, помни. Подписан на Казак Донс Фор ТВ, ставь лайки, смотри наши видео. Скажу вам, отцы, честно, есть ребята, с которыми скучно, есть, с которыми интересно, вот с кем скучно, я не стою, с кем интересно, я стою, Женька и Юрка в одном строю, поэтому с ними я стою. Подписывайтесь на этих ребят, не пожалеете. Однозначно, подпишите. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова